Доброго вечера, дорогие коллеги! Мы собрались на семинаре по практическим приемам этичного хакинга в Центре Специалистов. Несколько раз собрались. Кто-то в гости заглянул в комплекс радио, кто-то удаленно подключился. Сейчас присутствует онлайн, но я предполагаю, основная аудитория семинара будет просматривать этот семинар в записи и всех, кто собрался, приветствую. Меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре Компьютерного Обучения, специалист. Может быть, кто-то уже у меня учился знаком, а если нет, то всегда можно на сайте специалиста меня найти или вот Клевогин.ру в интернете написать, когда на страничку попадете, написано «Различные курсы, читаю, основное направление информационной безопасности, имею статус этичного хакера, certified ethical hacker, ну и другие сертификаты, потому что специалисты много разных курсов, а каждый курс готовит к какой-то специальности. Имею статус не только этичного хакера, но и аналитика, расследователя хакерских инцидентов, руководителя службы информационной безопасности, специалиста, профессионала и высшая техническая квалификация, мастер по тестированию на проникновение». Это вот тема нашего семинара «Мастерство в хакинге». Мы не первый раз собрались, довольно часто специалист семинары такие проводят, зачем, чтобы рассказать о курсах, а мне какая выгода, мне интересно какую-то тему рассказать, которую мы на курсах по информационной безопасности затрагиваем. Это бывает либо простая тема, да, я на курсе говорю, ребята, какие простые вещи рассказывать, вот если это не знаете, посмотрите семинар в записи. Но сегодняшний семинар не такой, это будет не предподготовка, а скорее обсуждение какого-то вопроса в дополнение к тому, что мы изучаем на курсах. Расскажу о том, как на практике можно атаковать какую-то реальную систему. И не просто, что как вот пройти какую-то машину, какое-то задание, а как это связано с программой обучения. Мы же все-таки в учебном центре, хотим учиться и хотим не просто посмотреть, как можно взломать сайт, а как этому научиться. Поэтому то, что расскажу всем полезно, прежде всего пентестера. Ну, любому человеку, кто интересуется информационной безопасностью, интересно будет точно. В специалисте много разных курсов и ударный, этичный хакинг и тестирование на проникновение. На мой взгляд, это самый лучший курс, который есть в специалисте. Много человек закончило. Можно спросить, как впечатление отзыва почитать. И этичный хакинг это вот то, что специалист предлагает таким вот ярким ударным звеном. Но курс не один, есть и другие курсы. И где-то надо набраться основ. Есть курсы по теоретическим основам. Есть курсы по администрированию. Пожалуйста, приходите. Будем учиться, как управлять сервером. Как управлять Windows, Linux. Вот, к примеру, такое будет. Вот, смотрите, сервер. Или вот, смотрите, сервер. И давайте порулим. Вот, студенты управляют сервером. Это все студенческие компьютеры. Они компьютеры в домен подобавляли. И мы теперь разбираемся, как реализовано управлять. Но дальше идет направление безопасности. И мы после того, как научились администрировать сервер Windows, Cisco, Linux, неважно, защитные меры начинаем обсуждать. Где-то недели две назад проводил семинар. Можете, может быть, на YouTube его найти. И там рассказывал о том, как применяется шифрование в этичном хакинге. Это вот мы здесь располагались. А также проходил семинар, назывался «Практические приемы». Практический пример атаки на веб-приложения, но в основах. Вот, для самых начинающих. Если вы в записи смотрите этот семинар, я рекомендую вам прямо даже сейчас остановиться, познати этот семинар на YouTube, на сайте специально посмотреть. Здесь вот основы основ. Здесь вот давайте вот расскажу, что если есть какой-нибудь где-нибудь сайт, и вот он говорит, смотрите, какой я защищенный, корпоративный, а мы его все равно взломаем самыми базовыми приемами. Вот мы посидели, обсудили. А сейчас идем дальше и находимся вот здесь вот. Когда мы уже хотим постичь мастерство, хотим продвинутые техники изучить, это будем обсуждать. И расскажу я вам о платформе «Hack the Box». Есть много разных платформ. Когда вы уже научились, уже курс прошли, вот сейчас курс проходите, вот студенты остались на семинар послушать, по анализу безопасности. Мы хотим еще больше повышать квалификацию. Есть дополнительно другие платформы в дополнении к курсу. Но чем «Hack the Box» отличная? Тем, что нет для задач, которые платформа предлагает. Другие платформы, они тоже хорошие. Пришли, вот задача. И вы такой, не знаю. А, не знаешь, вот тебе решение. Нет, подожди, я отвернусь, я не смотрю, я попробую сам. Но человек слаб, не может удержаться, решение смотрит. Платформа «Hack the Box» она такая, что строго следит, чтобы не рассказывали, как решать задачи. Называют это спойлером и говорят «Нельзя-нельзя», но можете обсуждать и завуалированно что-то там подсказывать. То есть, с одной стороны, у вас нет решения, с другой стороны, вы не можете сказать «Ну ладно, все не знаю», потому что есть подсказка, и это цепляет. Какие задачи на этой платформе? Ну, можете зайти на сайт «Hack the Box», да в «Hack the Box» только напишите «Хочу» «Hack the Box» найти. Находите, первая же ссылка вас туда приведет, вы там, может быть, уже зарегистрировались. Вот у вас будет вот в гугле такое. Вы хотите сюда зайти, ну, здесь вот регистрация. И задача в чем? Задача в том, чтобы какие-то загадки решить. Вот, скачаете файл, расшифруете. А еще у вас встретит набор машин. Вот их 20. Этих машин давайте взломайте. И взломайте как? Там есть два файлика на этих машинках. User.txt и Root.txt. Если User.txt, значит, захватили. А если Root.txt скачали, значит, вы контекст администратора имеете, контекст системы. И вперед. Вот вы хотите практиковаться. Дай-ка. Как подключиться к этой платформе? Помните, проходили курс по защите от хакерских атак? Все же аудитория, прежде всего для тех, кто уже чуть разбирается в безопасности, и курс защиты от хакерских атак либо проходил в специалисте, либо где-то еще начитался. Здесь вот если посмотреть, Ctrl-F OpenVPN, наверняка здесь будет такая тема. Вот видите, установка и настройка OpenVPN среди Windows. И вот дается этот OpenVPN. Я прямо сейчас могу подключиться. Вот у меня есть Linux. И вот моя конфигурация. Мой IP-адрес. Ну-ка, дай-ка я подключусь. OpenVPN. Подключаюсь, подключаюсь. И посмотрю, что тут будет. Ну-ка, еще раз. Вот инициация. О, completed. Вот теперь был такой IP-адрес. Теперь у меня еще один появился. И с этого IP-адреса я могу атаковать эти машины, которые тут. И есть машинки попроще? Как узнают, что они попроще? Ну, вот видите, сколько? 3000 человек взломало вот эту машинку. Как вам впечатление? О, хорошая. Кто-то говорит, плохая. Но мы видим, что 3000 человек ее взломало. И каждый говорит, как впечатление? Они говорят, ну так. Не сложно. А вот машинка из Ариэл. Кто смог взломать? Только 300 человек. В 10 раз меньше взломало. И как вам ощущение? Кто-то говорит, ой, неприлично сказать, какая она сложная. Поэтому лучше начинать, наверное, с таких машинок. Но у нас уже был такой семинар. Вот практический пример атаки на веб-сайт. И относительно простые приемы. Мы уже их знакомы. Я ожидаю, что вы этот семинар уже посмотрели. И мы пройдем сейчас Ариэл. Не потому, что это легко. Но и не потому, что это не нужно. А потому, что я хочу показать, как это работает. Допин, VPN. Прямо сейчас можно подключиться. Но мы не найдем сейчас этой машинки. Вот 10, 10, 10, 10, 106 не пингуется. Почему? Потому, что если бы пинговалась, я бы не имел права вам рассказать. Ну, там же как, не спойлите, подсказки нельзя. Я вот прошел и я терпел. Никому ничего не рассказывал. Проходит время. Через какое-то время Хак заползает. Ну, все, машинка ушла в архив. Теперь, пожалуйста, болтайте про нее сколько хотите. Новая появилась. И так ротация происходит. Когда она еще была доступна, я вот видео записал. И могу вот теперь это видео вам показывать. Но дело в том, что видео вот так вот смотреть не очень эффективно с точки зрения обучения, на мой взгляд. Вы, конечно, можете посмотреть. Но оно может быть прям рядом будет. Но я на семинаре основные моменты прохождения подчеркнул. То есть, вот я ее вживую проходил. Вот OpenVPN. Вот я точно так же подключился. И теперь мне машина доступен. Что я делаю? Но буду показывать не так, как обычно делают другие ребята. Вот смотрите, в консоли я что-то печатаю. Я буду в наш учебный центр основные моменты подчеркивать. Если хотите, пожалуйста, мое видео посмотрите. Это уже оно отдельно будет. Но на семинаре я буду не то, что видео показывать, а основные моменты подчеркивать. Потому что хочу именно основным моментом научить. Ну, по себе смотрю. Если я смотрю такие прохождения, прохождение сложное. Я потом устаю. У меня уже за полетом мысли плохо следиться. Мне хотелось бы основные моменты почувствовать. Ну что ж, давайте возьмем этот Ezeril. Вот с этим вот 1010106. Раз все говорят, такая машина сложная. Но какая бы ни была сложная машина, мы знаем, надо идентифицировать поверхность атаки. Начальное сканирование. И как я выполняю начальное сканирование? Прежде всего создаю каталог nmap. И пишу вот такую вот команду. sc sv oa nmap at the real 106 ip address минус f. Давайте напомню, что означает. Минус f означает быстро-быстро посканируй. Нет времени все порты исследовать. Потом, конечно, я займусь. Я минус p минус напишу. Я все буду изучать. Но мне хочется на скорую руку посмотреть, что там. sc самые популярные скрипты выполни. Версию тоже скажи, чтобы я знал, какого версия сервис. А результаты на всякий случай в каталог сохрани. И вот он выполнился. Вот nmap запустил. Все хранил. В данном случае не пригодится. Но вдруг пригодится. Почему? Куда-нибудь в Metasploit захочу экспортировать, например. И что я вижу? Что на этом Ezeril у нас что? У нас три сервера. Три сервиса. FTP, Web и еще 8080 есть. Ну, понятно, да, что раз они есть, давай сюда зайдем. Вот его IP-адрес. Заходим на этот 1010106. Ну, веб-сервер есть. Он говорит, здравствуйте, я Ezeril. Помните, что я делал на вот этом вот семинаре? Говорил, что надо коды следовать. Коды следовали, там все секьюрно. Вводи логин, пароль. Логин, пароль не знаем. Ладно. А что у нас на соседнем сайте? Говорит невалидный хостнейм. О, помним, помним. Прием знаем. На прошлом семинаре я рассказывал, что надо файл хост прописать. Помните такое? Прописал файл хост, что Ezeril Hack the Box имеет 1010106. И вот теперь я к нему подключился, но опять говорит пароль. Пароль не знаю. Отдыхаю. Ну, конечно, вы скажете, ты же нас учил гидрой пароли брудить на прошлом семинаре. Это да, но, допустим, не брутиться. Сложный пароль. Ладно. Давай сходим на FTP. В Kali Linux, может быть, его нету, но его легко поставить. Мы его установили. FTP подключаемся. И нам еще InMap сказал, что там анонимный вход разрешен. Вот мы на этот FTP подключились. Ну и все умеют скачивать файлы с FTP. Сюда нас не пустили. А с FTP, пожалуйста. Смотрите, когда вы скачете файлы, вот Ls посмотрели, увидели там, какие-то файлики есть, и вы хотите их скачать. Очень важно их правильно скачать. Во-первых, пишем binary, что будем скачивать бинарники. Если binary не напишете, файл скачается, запускаться не будет. Почему? Он думал, что у нас есть символы, и скачивал его как текстовый файл. Если там много файлов, и хотим все скачать, пишем prompt. Prompt это означает, что вот интерактивный режим выключается, и теперь mget мы скачаем все. То есть get скачиваем по файлу, mget все скачали. Ладно. Скачали. И что там? Что мы скачали с FTP? Много всяких файлов. Но один из них самый интересный называется FDISK. Файл говорит, утилитка в RIN, что это DOS MBR, и FDISK, наверное, floppy диск, судя по размеру. Это размер дискеты. Значит, это какой-то floppy диск, да еще он, видите, под MSDOS. Но мы хакеры. Мы пойдем в интернет, скачаем MSDOS, пятый, шестой, любой. И в этом DOS, старая операционная система, все что угодно запустим. У нас на курсах есть VirtualBox. Мы сюда, пожалуйста, любую машину сделаем. DOS бесплатно пойдем на гуглим, найдем, запустим. Но это даже не нужно. Знаете почему? Потому что в Линуксе можно поставить DOS Box. И можно установить DOS Box. И вот этот вот диск, который мы скачали, примонтировали. Образ диска, любой курс по администрированию эти вопросы изучает. DOS Box. И в этот DOS Box, то, что мы примонтировали, подгружаем. В общем, вот, конечно, здесь, что такое DOS Box, как это выглядит, да. Это хорошо попрактиковаться, время потратить. Дай-ка я вот DOS Box установлю, дай-ка его запущу. И когда я запускаю этот DOS Box, смотрю, что он сопротивляется. Я, например, вот монтирую. И вдруг он мне говорит, не буду монтироваться, что-то там плохо. Или смонтировался, а потом говорит, не буду запускать программку, потому что чего-то не хватает. Вот я вижу, что на том диске, который в DOS, но вот эта вот программа Pbox.exe и Pbox.dat хочу запустить этого F-диска, который скачал в DOS Box, а что-то не запускается, сопротивляется. Видите, ошибку пишет. Понятно, да, почему сложно? Потому что откуда я знаю, что это за ошибка? Я DOS уже давным-давно не использую, хотя я еще достал. Вы, может быть, не застали? А может кто-то из пришедших помнит, скажет, да, я тоже DOS застал. Ну, даже если не достали. Поучить, классику надо знать. И вот DOS Box два раза сопротивляется. Во-первых, пишет вот такую ошибку, нет у меня какой-то библиотеки. Ну, это нам совсем не проблема. Мы пойдем в интернет, нужную библиотеку скачает. Но, когда мы это скачаем и запустим, опять говорит PageFault, и опять какие-то глупости нам пишет. А вот какой-то PageFault не буду. Вот тебе библиотека мы скачали. CWC, DPMI ты просил. Ну, что ты будешь делать? Да, P-бокс битая, не работает. Как решать концептуально? Ну, можно, конечно, Google. Что такое PageFault? Что такое код ошибки? Да, давайте PageFault гуглить. Google, пожалуйста, аппаратное исключение, отказ страниц, читай, изучай, иди на курсы по архитектуре ВМ. Но это сложно. Чувствуем, не потянем. То есть, может быть, потянем, но, может быть, должен быть другой путь. И знаете, какой другой путь? Другой путь вообще легкий и смешной. P-бокс это что? Это какая-то программка. Давайте ее найдем. Давайте. Давайте выяснили, что P-бокс это пасворд-бокс. И она есть не только для DOS. Она есть и для Linux, и для Windows. Так P-бокс-экзо это как хранитель паролей. И вот я беру его тут же скачиваю. Вот видно, что я ее пошел и скачал. А P-бокс-дат это сами пароли. Но если P-бокс-экзо, которая в архиве битая, я могу скачать не битую и подсунуть файл P-бокс-дат, где пароли хранятся. И, пожалуйста, хоть в Windows, хоть в Linux. Но я для DOS скачал. Скачал для DOS. Она бесплатно скачивается, легко гуглится. И уже хорошую экзешку пробрасываю в DOS-бокс. И там дальше что? Когда я ее пробросил, она запускается и спрашивает пароль. А, да, у вас есть K-pass или какой-то другой? У вас же сложный пароль стоит. Но я что думаю, раз это DOS, дисковая старая операционная система, вдруг там слабенький какой-нибудь пароль. Дай-ка пасворд. Пасворд. Или пасворд наш любитель. И легко со второго раза угадал, там пароль, пасворд. Даже брутить не надо. Хотя, конечно, можно и побрутить. И дальше что? И дальше вижу, что там вот мы примонтировали. И вот пароли, вот так вот они выглядят. Ну все, теперь хорошо. Теперь у нас есть пароли. Но какие пароли? У нас есть всего лишь пароли какого-то сервиса, которые где-то там были на FTP в качестве бэкапа сохранены. И на самом деле это только начало пути, потому что мы всего лишь попали на веб-сервер. И вот здесь аутентифицировались. И нам веб-сервер говорит, ну хорошо, ты узнал пароль. Я ничего плохого не делаю. Я всего лишь проверяю соединение с каким-то сайтом. Все. И тут вы скажете, ой, как хорошо, что мы на курс по безопасности веб-приложений. Здесь у нас курс АВАЗ. И на все лады изучаем безопасность веб-приложений. И может быть сейчас кто-то учится, у них есть прям задача. А теперь взломайте сайт. И как они его взламывают, студенты? Они выполняют инъекцию. Инъекцию команд операционной системы студенты выполняют. То есть оказывается, если мы можем какой-то параметр передать, мы можем выполнить инъекцию. Инъекция реально находится. Да, там есть инъекция. Что такое инъекция? Давайте я вам покажу. Возьмите свой компьютер, где вы учитесь. Напишите hostname. Имя компьютера показалось. Вот teacher, мой компьютер. А теперь давайте hostname and hostname. И что? Два раза teacher, teacher. То есть если от меня ждут, что я введу ping и что ты там введешь, какой IP адрес, localhost, например. Я же потом могу хитрить и могу писать end какой-нибудь hostname. И тогда что? Выполнится ping и выполнится моя команда. Называется инъекция команды. И она здесь есть. Но не все так просто. Когда вы нашли вот эту вот инъекцию, увидели, что вот connection successful, он умеет. Вы понимаете, что вы инъекцию нашли. Но как ею воспользоваться? Может быть, вы посмотрели семинар, о котором я говорю. Практический пример. Атаки на веб-сайт. Вот здесь вот. И здесь где-то вот если вы встретите, у меня там есть такой вот базовый прием. Когда я выполняю команду на скомпрометированном веб-сервере. Но результат я сохраняю в текстовый файл и говорю, смотрите, текстовый файл, пожалуйста. Но в данном случае я вижу, что есть инъекция. Но я не могу сохранить результат куда-то, где потом могу посмотреть. То есть не может вот этот вот код, который проверяет подключение, сохранить результат на веб-сервер. Ну, администратор не обязан же специально, чтобы я его взломал, допускать такой просчет. Не может. А вот студенты проходят курс по анализу безопасности. И скажут, ой, а у нас не так было. У нас мы когда взломали, выполнили удаленный код. Тут же пишем нет юзер хакер с паролем password add. Добавь его в локальные администраторы. Включи RDP. И потом по RDP зашли и взломали. Опять нельзя. Почему? Прав не хватает. Как не хватает? Там сервис что, не от учетной записи систем что ли? Представьте себе, да, администратор вот такой вот настроил сервер, что контекст безопасности низкий. И как получить ответ? Как? Вот есть вот такая вот хитрость. Мы пишем скриптик. Мы говорим, выполни команду, хоя майя, ipconfig, ну все что угодно. И вот напишите в гугле, как писать батнички, что такое оператор for, ftoken. Если на курс по этичному хакингу ходили, вы может быть вспомните, там примерно такой скриптик у нас в папке reading лежал, мы его может даже использовали. И в чем юмор? Юмор в том, что результат я отправляю утилитой NS Lookup сам себе на свой компьютер. То есть как будто бы он спрашивает в соответствии вот этого вот компьютера какой-то myp-адрес. У меня нет DNS сервера, но у меня есть Wireshark. Или Etheril. Etheril это ранняя версия Wireshark. Ответы я увижу. Смотрите, что я делаю. Вот у меня вот этот Etheril. Я сниферю, что я написал localhost, и Etheril меня пингует в Wireshark. Я думаю, ладно, вот ты пингуешь, хорошо, а что если я напишу ping и ping два раза? И вижу, что он меня один раз пинганул, а потом раз и второй раз пинганул. О, нашлась инъекция. И результат я тоже вижу. И вот я нашел, как можно получать информацию. Надо вот этот вот 4F токен давай. Если who am I, NSLOOKUP мне обратно, а я по сниферю. Прикольный ход. А вот так можно. Ну и дальше что я делаю? Ну, во-первых, я IP tables блокирую от себя ICMP Redirect. Есть студенты, которые учатся по курсу тактическая периметровая защита. У них там задача, firewallы конфигурируем, вот IP tables они проходят. Конечно, вы умеете писать IP tables, потому что если IP tables не писать, то как получается, что нам отвечает, а мы ICMP Detonation Port Enrichable отправляем. Это не страшно, ну зачем у меня потом будет в глазах рябить от этих ICMP. Да, я его просто заблокировал. Ну хорошо, это не принципиально. А что принципиально? Принципиально посмотреть, что там. Выполнить перечисление. Ну, нет стат, знаете, да. Я локаю посмотреть. И нет стат. Запускаю. Ответ вижу в Эдзаре. Ничего не нашлось. Нашлось, знаете, что? Нашлось то, что там порты открыты. 21, 80, 80, 80. Мы это и так знали. Нет стат, говорит оно. Но. Дальше. Что проверяем? Что установлено? Вот можно написать. Dirc program files. Вот прямо на своем компьютере я могу написать Dirc program files. И он мне показывает, что установлено. Ну, я говорю, давай ты скажи, что установлено. И когда я вот так вот пишу и получаю ответ. Пусть, конечно, может быть не так элегантно, не так красиво. Но ответ мне приходит. И я вижу, какие там установлены программки. И какие там будут установлены программки. Когда OpenSSL установлено. Ну, лучше вот так вот. OpenSSL установлено. Что такое OpenSSL? Не знаю. Как не знаем, знаете. Если ходите на курс по этичному хакингу. Если делали лабораторную работу по облачным вычислениям. Когда вот лабу вот здесь вот мы делаем. По облачным вычислениям. Мы не только изучаем атак на облака. Мы еще и инструменты защиты облачных вычислений изучаем. И OpenSSL конфигурируем. Я этот модуль проходил. Я учил. Я теперь OpenSSL что такое знаю. Но это еще не все. Мне интересно посмотреть правила фаервола. И я следующим шагом правила фаервола смотрю. Ну, знаете, да. Как это писать. Needshale, Advanced Firewall. Опять-таки для студентов по этичному хакингу. Помните, мы создавали бэкдор и сверлили в фаерволе дырочку. Понимаете, да. И точно так же Needshale, Advanced Firewall что-то писали. Точно так же и здесь пригодились нам знания с курса по этичному хакингу. И вот мы увидели, что там, в этом фаерволе, есть правила. Какие? ICMP redirect разрешается. Порт 53 разрешается. А еще какие-то порты 73 и 116 разрешаются. Это на мне в Мэйршарке ответ приходит. Понятно, да? NS lookup. И я задаю себе вопрос. Если вот эти два порта разрешаются, а никто их не слушает, то зачем? Вдруг они как-то связаны с OpenSSL. OpenSSL же установлено. И вот здесь вот надо своего гения сопоставить вот эти два факта. Что там установлен OpenSSL и открыто два порта, которые никто не слушает. Так мы можем сделать на них канал связи OpenSSL. Ну, конечно. Сейчас все бросим, будем на курс что ли записываться. Нет. Мы, может быть, конспект откроем курсы. Мы, может быть, будем изучать, что такое OpenSSL. И когда изучим, что это вот такой криптографический инструмент, двинемся дальше. Давайте, если уж я говорю, что у нас учебный центр, и мы говорим, что мы не просто так учим вас, теоретическим основам каким-то пригодится, я скажу, вас этому научит курс по шифрованию. В специалисте есть такой курс. Приходите. Сертифицированный специалист по шифрованию. Я сертифицированный специалист. Хочу из вас сделать сертифицированных специалистов. Давайте криптографию изучим. И заодно применение криптографии разберем. И вот уровень защищенных сокетов будем разбирать. И x509. Вот это вот изучим. Вот теперь мы вот это, значит, изучили. Знаем, что такое OpenSSL. Но нам надо на этом OpenSSL сделать канал. А вы в курсе, что OpenSSL умеет выполнять подключение? Да, прям как браузер умеет. Вот смотрите, я вот прямо сейчас повторю то, что в видео показываю. OpenSSL, S-клиент, давай подключимся куда-то там. Ну, зачем нам смотреть видео? Я прям тут же, вот мой Kali Linux. Я напишу OpenSSL. А я, может быть, писал такое уже. О, OpenSSL. Секрет, подключись в ВВВ специалисту. Умеешь? Он говорит, да, умею. Он подключается к сайту специалиста. И говорит, вот, смотри, сертификаты. Так, нам сертификаты не нужны. Скажи, что ты думаешь, если мы тебе скажем, дай нам чего-нибудь. Например, вот так. Дашь? Да. Видите, да, OpenSSL мне с сайта специалиста скачал страничку. Это то же самое, что вы на сайт специалиста, если зайдете, в U-Page Source сделаете, HTML будет какая-то. Вот ту же самую HTML я скачал с помощью OpenSSL. И, конечно, если есть выпускники курса по этичному хакингу, вы мне скажете, помним, помним, на курсе мы учились с помощью VGET или с помощью HTTrack делать то же самое. Да, но HTTrack сейчас никак. Почему? Потому что мне надо канал связи сделать. Надо то же самое делать на OpenSSL. Я делаю. Я вот устанавливаю канал связи, используя этот OpenSSL. Давайте здесь прокомментирую, как нам это сделать. Мы заметили, что там два порта открытых. И мы имеем возможность сделать инъекцию. Или не имеем? Ну, конечно, имеем. Мы же только что видели, инъекция есть. Так вот, через инъекцию мы пишем такой код. Давай-ка OpenSSL, мы знаем, ты там есть. S-клиент, подключись к нам обратно на 73-й порт. И что? И выполни CMD. Получи, что надо выполнить CMD. А когда командную строчку выполнишь, ответ нам обратно на 136-й порт. Давай так. Говорит, хорошо. И видите, канал реально поднимается. И вот где я оказался. Я оказался там, C732, и нет SRV. То самое написал, и нет SRV. То есть, за счет того, что там есть OpenSSL и два порта открыты, я не просто так выполняю команду и смотрю ответ. Я себе нормальный, такой удобный сделал Shell. Что CMD, командная строка, мне вот этот Shell открывает. Я делаю две вкладки в своем Kali Linux. В одной вкладке буду отправлять команды в эту CMD. А F5, тот же самый запрос отправляю, получаю ответ. Таким образом, мне будет более удобное взаимодействие. Я инжектирую Connect клиентам OpenSSL к нам на один порт, чтобы принимать от нас команду и запустить командную строку. И потом опять нам Connect над второй порт, чтобы получить ответ. Вот так я играю. У меня две вкладки. На одной вкладке я пишу запрос. Написал. А как его отправить? Бегом на сайт, жму F5. Команда ушла. А пришла куда? Пришла во второй терминал. Более удобный канал связи. И вот я говорю, ты кто такой? Я пользователь Alan. Что у тебя на рабочем столе? На рабочем столе у тебя должен быть файл user.txt. Я должен его получить и идти дальше. Но не все так просто. Не взломали еще сервер. Надо, оказывается, сменить контекст пользователя. Пользователь не тот. Вот я иду, обновляю, смотрю, какой результат. Выясняю, что здесь вместо user.txt какая-то node-draft.txt. И приключения продолжаются. Знаете, как продолжаются? Продолжаются так, что вот этот node-draft, я его читаю. Не user.txt. Флаг будет у другого пользователя. Там указания. И оказывается, мы видим, что там есть ярлык на Visual Studio. Он на публичном рабочем столе. Так, чтобы у всех была одна версия Visual Studio. Сценарий какой? Там, небось, много программистов. У них разные Visual Studio. Они хотят, чтобы была одна. И вот этот ярлык на публичном рабочем столе. Чтобы все пользовались этим ярлыком. Но рабочий стол публичный. То есть, мы можем в публичный рабочий стол что угодно делать. Значит, мы можем этот ярлык подделать. Давайте проверим. Идем через канал связи, который мы установили. И проверяем, что действительно на рабочем столе публичном находится ярлык. Да. Вот. Смотрим. Visual Studio. Ярлык. Он там лежит. Хорошо. И что? А вот бы, если какой-то другой пользователь. Вот по этому ярлыку кликнул. Думая, что это Visual Studio. Тогда, если бы это была не Visual Studio, а Connect к нам, который мы только что сделали. Мы бы получили бы контекст этого пользователя. Надо только ярлык подделать. А как? Во-первых, надо знать, что такое ярлык. Все знают, что такое ярлык. Конечно, знаем. Что тут вот ярлык. На рабочем столе. Нет. Это не хакерский ярлык. Хакерский ярлык. Это такая структура, которая, конечно, ссылается на какой-то файл. Но ярлык, он сам файл. И структура этого файла не секретна. А умеете создавать ярлыки? Вы скажете, конечно, умеем. Чего там умеете? Чтобы создать ярлык, правая кнопка, новый ярлык. Но, конечно, это не тот ярлык, который мы хотим. Мы хотим создать ярлык, который там что-то будет делать необычное. И для этого вам нужен 16-ричный редактор. Чтобы нормально редактировать любой файл. Если у вас в планах курс по расследованию хакерских инцидентов, а у нас есть такой, то, конечно, вы скажете, что что-то мы доберемся до расследования хакерских инцидентов. Есть, конечно, нам 16-ричные редакторы, что такое ярлыки. Мы будем с этим вот копаться. Сейчас пригодятся знания этого курса. Я этот курс проходил. Поэтому я могу создать ярлык не так, как средствами Windows, а как угодно. И даже сейчас еще легче. Когда раньше мне приходилось создавать ярлыки, я мучился. А сейчас есть скрипт. Бесплатно пойдите, скачайте. LNK App называется. Он может создать любой ярлык. То есть он может создать ярлык, который сделает то, что вы хотите. Здесь уже совсем легко. Мы обращаемся за помощью к хакеру, который написал этот скриптик. Узнаем, как его запустить. Какие требования, дополнительные компоненты, какие нужны. И создаем ярлык, который назовем, к примеру, GoDaddy. Иди ко мне. Что сделает ярлык? Выполнит то же самое, что мы уже придумали. Сделай тот же самый OpenSSL канал. То есть подключись ко мне на 73-й порт. Там OpenSSL тебя ждет. Сервер. Выполнит CMD. А ответ я буду в соседнем окошке смотреть. И что? Все получается. Мы вот так вот Python Generate сгенерировали. И что нужно сделать? Этот файл через защищенный канал отправить. Контролируете еще ситуацию? Что у нас есть защищенный канал через OpenSSL. Мы хотим повышать привилегии ярлык смастерили. А как файл передать? Вообще легко. Ну, относительно. Мы говорим, не надо теперь CMD. Давай GoDaddy, вот этот ярлык, туда. Куда-нибудь вот положи. И на сайте, чтобы ярлык отправить, мы уже не пишем, давай вот F5 CMD. А на сайте мы говорим, давай OpenSSL к нам подключись. И все, что я тебе пришлю на своей стороне, положи на рабочий стол пользователю. Назови его GoDaddy. Ну, чтобы по нему кликнули, надо его не GoDaddy назвать. Надо его переименовать. Ну, переименовать копия легко. Ну, то есть, как это выглядит. Что я говорю, да, вот GoDaddy там. Я копирую вот этот GoDaddy в Visual Studio LNK. И все, жду. Жду, жду, жду. И вдруг, прекрасный момент, кто-то кликает по этому ярлыку. И ко мне подключается кто? Пользователь George ко мне подключается. То есть, был один пользователь, а теперь пользователь George подключился. А это как раз-таки другой пользователь, который контекст безопасности сменил. У меня тот же самый канал связи, который я сделал. Но я не только управляю сервером удаленно. Я еще и научился туда файл отправить с ярлыком. И у меня контекст безопасности сменяется. Видимо, там, конечно, скриптик, который запускает этот ярлык. Но в реальной жизни, при реальном пентесте, там кто-то из пользователей серверов точно. А там, у этого пользователя на рабочем столе уже файл user.txt. Это наша цель. Если мы его скачали, в Hack the Box отправили, принимаем поздравления. Поздравляем. Вот этот файл user.txt ты прочитал. Значит, ты доказал, что ты хоть какой-то код, пусть не в контексте администратора, но выполнил. Ну, мы такие радостные. User.txt. Вы можете не отправлять, если не хотите хвастаться. Ну, если хотите похвастаться, можете отправить. Что вот, надо, ну, конечно, dir, cat, не надо путать. В Linux кат, type в Windows, и вот я пишу type user.txt. И прошел. А почему прошел? Потому что я отправил туда ярлык. А почему-то узнал, что ярлык должен быть такой, а там записка была, что у всех должен быть один ярлык. А как ты отправил файл через канал, который смастерился с OpenSSL? А смастерился канал, потому что там был 73-й порт, 161-й порт открыт, и OpenSSL установлено. А как ты это узнал через инъекцию? А как инъекция прошла, добрался до этой админки. А пароль от админки как узнал? С FTP скачал архивный файл, запустил, и там был слабый пароль. Есть контакт. Вот мы коротко пробежались по первой части прохождения этой сложной машинки. Конечно, если вы сами бы это без всяких подсказок, давай, пойди догадайся, как там канал сделать. Пойди догадайся, как сделать ярлык. На курсе, может быть, не учили, что есть такой вот скриптик. Пойди, найди, как там, что делается. Но, тем не менее, вы увидели, что те знания, которые мы на курсах получали, они нам помогли и OpenSSL канал сделать, и сгенерировать, что нужно. И это первая часть. Я бы продолжение сейчас рассказал, но время семинара подходит к концу. И где-то через месяц снова соберемся, и я расскажу еще более сложный этап прохождения этой виртуальной машины. Мы поднимем привилегии до админских. Ну, как вот, Джордж пришел, но кто такой Джордж? Обычный пользователь, мы администратора хотим. А администратор что-то в ярлык не кликает. И что делать дальше? Дальше следующий этап. Ну, точно так же соберемся. Я скажу, ну что, давайте расскажу, какие еще есть продвинутые техники, и двинемся дальше. Ну, а на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, хорошее время их задать. Ну, я запись сделаю. Кнопочку нажал. Так что можете будет потом пересмотреть, если будут потом вопросы. Тоже, пожалуйста. Ну, это то, что сейчас вы спрашиваете. Хочу еще раз пересмотреть. 45 минут надо еще раз осознать. Это будет на сайте специалиста, на ютубе, будет выложено. И зайдите ко мне на страничку. Вот видите, да, семинар Вайршарк. Про Вайршарк давайте то, что такое Эзерил, Вайршарк, плохо понимаем. Вот я расскажу. Метасплойд и так далее. А вот видео, еще семинары. Мы такие семинары проводим, а потом на ютубе, вот как я говорю, посмотрите, практический пример. Вот выкладываются, и вы также можете меня найти на ютубе, сайт специалиста, специалист ТВ, и еще раз пересмотреть. Еще вопросы? Ну, у нас будет еще время в неформальной обстановке пообщаться. Кто к нам в гости пришел, поговорить, чайку попить. Ну, а официально семинар будем потихонечку заканчивать. Всем спасибо за участие и успехов в применении знаний. Через месяц снова на такой же семинаре бесплатно встретимся, поговорим.